привет обидатели интернет и мобильных сетей это droider.ru и неспроста сегодня в галстучке стою возле троллейбуса возле троллейбуса случайно делал но галстучек не просто дело в том что мы будем сегодня рассказывать про смартфон lenovo k 900 новый девайс от китайского производителя и этот это устройство определенно совершенно направлено на весьма специфическую аудиторию я бы назвал ее вот такими офисными товарищами почему потому что если смотреть на дизайн девайс здесь это большой пять с половиной дюймов диагональ дисплея full hd разрешением это cool но влезает он наверное не в каждый карман ну конечно в мои просторные джинсы в общем почти практически нормально влезает но вот уголок торчит мы видим но удобнее всего таскать такое устройство скорее всего в кармане пиджака поэтому собственно и я бы направил прежде всего это устройство для офисных чертей а если сравнивать например с айфоном то выглядит этого примерно вот так папа и сын можно я пойду на дискотеку нет сиди дома у тырок не называйте так своих детей далее давайте пройдемся по габаритам на во первых он очень тонкий супер тонкий валят знаешь цифру тонкости 6 и 9 6 9 миллиметра то есть все почти 7 миллиметров но это очень мало и круто и задняя крышка выполнена из металла это очень стильно выглядит действительно очень крутой дизайн в этом плане выделяется среди всех остальных андроидов но единственно чем можно сравнить на на покрутости этого ты чтите сиван как бы сопоставим моя крутость на мой взгляд среди андроидов это хорошо крышечка как видите привинчена такими четырьмя микро болтиками которые можно открутить звездочкой утвердкой остальные части корпуса внешне тоже выполнены из металла и хотя нет хотя вот этот похоже на пластик дает скорее все пластик спереди у нас большое большое стекле щеча и давайте по характеристикам пойдем фронтальная камера на 2 мегапикселя не кстати весьма широкий угол охвата 88 градусов задняя камера на 13 мегапикселей и тут через двойная лет вспышечка кстати говоря кстати говоря фотографирует аппарат весьма таки неплохо но пока не камера чуть позже покажу потому что в ней достаточно много фишек ну и да и самое главное что чем отличается этот android флагман от других android флагманов потому что тут внутри стоит процессор intel да и тут даже написано вот им полансайт гласит литер и логотипчик двухъядерный процессор каждое ядро по 2 гигагерца конечно у нас в том числе и у многих журналистов многих потребителей вызывает сразу сомнения почему intel как он работает нигде больше нет интел и какого черта вы знаете вот первый раз когда мы видели этот аппарат на выставке мвц поддержали его в руках действительно создавалось странное ощущение он казался каким-то медлительным подтормаживающим но вот вот этот уже допиленный образец с более-менее актуальной нормальной прошивкой выглядит вполне себе приятно экранчики перелистываются нормально не хуже чем на всех других android смартфонах в меню есть даже вот такая на мой взгляд адские сложная анимация трехмерная просто при перелистывании страничек с приложениями и она тоже работает очень хорошо видите она совершенно не тормозит они все так перестраиваются крутится версия по моему офигенно круто я не говорю об эстетических особенностях этой анимации говорю о технических составляющих что-то не хорошо перелистывать что еще тут надо знать 2 гигабайта оперативки 16 гигабайт встроенной памяти нету разъема для micro sd но будет вариант с 32 гигабайтами для тех кому нужно много памяти внутри есть также конечно разъемчик для sim-карты которые вот так вот элегантно здесь вытаскивается ну что ну вот дизайн действительно очень интересный конечно это лопата это огромный телефон он очень большой и некоторые люди возможно его будут использовать как второе устройство не как основной аппарат а как вспомогательный кодивес на котором читает что-то листает смотреть видео давайте немножко пройдемся по прошивке как она выглядит вот так выглядит экран разблокировки тут есть основная часть замочком который можно потянуть и разблокировать можно запустить телефон камеру или сообщение конечно все как-то на многих телефон еще сделано lenovo выбрал такой свой оригинальный достаточно ход что здесь бросается в глаза то что некоторые приложения которые слегка преобразованные компании получили спереди приставку супер например супер галерея или супер камера дайте посмотрим для начала супер галерея она как-то группирует фотографии по дням и местам где эти фотографии сделаны присутствует небольшая анимация также в общем как многие в принципе галереи уже на данный момент делают во многих смартфонах в ищите силу айфонах также сделано в новой прошивке iphone ios 7 естественно давайте запустим эту супер камеру чем же она такая супер камера она тем супер что тут есть дофига реально настроек смотрите три группы настроек их много это хорошо с одной стороны с другой стороны конечно интерфейс перегружен есть сверху такая вот штучка выплывающая где режимы съемки ну достаточно классические улыбка макросъемка hdr ночная панорама в общем все тут это есть далее есть более детальные настройки вот здесь вот сбоку в левом углу тут можно выбрать разрешение съем снимка можно выбрать эти яркость какой режим там не все такие вот эти штуки как-то баланс белого и со в общем если вы знаете что эти слова обозначают то вам сюда и третий разделчик настройками это вот этот волшебная палочка тут какие-то магические фильтры которые тоже сгруппированы по некоторым разделам есть так называемые эффекты линзы ну то есть это как бы квази эффекты линзы то есть на самом деле естественно с линзой ничего не происходит совершенно обычная линза но они делают вид будто вы снимаете на какую-то крутую камеру например есть режим микро если вы пользуетесь инстаграм то вы понимаете о чем идет речь то есть она делает четкой только вот эту область которую выбрали а все остальное становится размытым есть и другие похожие штуки есть совершенно сумасшедшие вещи например то есть встроенный такой photoshop вот он сразу может сфотографировать вот с такими ужасными наложенными эффектами не знаю для кого это ну окей пусть будет мне такое ощущение что эти вещи некоторые из этих вещей встроены для того чтобы продемонстрировать некоторые возможности процессор intel который внутри ну и есть симпатичные достаточно эффекты цветовые которые вот преображают картинку лома по плакат по парт в общем крутые штуки негатив ну да но это стремная штука в общем вот фотографии тоже сказать сказать получается весьма таки неплохие по первым впечатлением мы тут немножко пощелкали на свету получается вполне себе здорово что еще из прошивки стоит выделить почему-то компания lenovo решила перри переизобрести иконку bluetooth их вот здесь валера замечательно подметил что она цель стала похожа на пластырь да но остальные иконки в принципе нормальные тут можно в панели уведомлений вывести все остальные настройки это удобно смотрите много анимаций все ездит ну в принципе сделал достаточно симпатично но с таким с и в крапинками китайского вкуса скажем так многие иконки многих приложений перерисованы при том что сами приложения остались прежними такими как на стандартном андроиде что это блин мне кажется было бы круто в стиле а ios 7 если бы вот эти кнопочки обосновились трехмерными вращались зависимости от того как вы крутите телефон вот это был бы просто писк капитале от течение капиталистического а коммунистического дизайна диктофон тут есть есть но сейчас я покажу приложение которое осталось прежним она тут было сейчас скажу календарь календарь где он календарь календарь может другом месте каком-то назад видишь вот календарь да иконка другая календарь прежний ура нормально ну в общем как-то так что нужно сказать подводя итог то что девайс с флагманскими характеристиками с очень хорошим экраном с очень неплохой камерой с батарейку я не сказал батарейка 2 2000 с половиной миллиампер часов в принципе большой объем батарейки непонятно пока сколько это будет жить но вполне возможно что со временем жизни тоже будет в порядке так вот характеристики очень хорошие у аппарата какая же цена цена просто потрясающе круто на самом деле 16000 рублей это намного меньше чем очевидный конкурент данного аппарата вроде galaxy note 2 и я думаю что это та ключевая фишка то ключевое преимущество которое может позволить леново захватить достаточно существенную часть мобильного рынка в нашей стране вот такие дела это леново к 900 в общем смотрите напишите в комментариях как вам этот девайс и спасибо что посмотрели ролик до встречи в будущем подписывайтесь на канал